Вот этот с чипом, да, конечно, вот этот ласковый, а вот это мой любимчик, вот с ушком был, я его потеряла, и когда здесь нашла, конечно, я в шоке была. Этих бездомных собак Наталья любила как своих. Животные жили в гаражном кооперативе неподалеку, куда часто приезжает женщина. Но 14 марта на ее голос диким воем отозвалась собака в лесу. Ну, она на голос отозвалась и начала кричать. Мы с дочерью поехали и нашли. Живот собаки застрял в леске. Обычный тросик, петлей был стянут у нее на животе. Я думаю, что это способ охотничьей какой-то установки петли. Туда кладется еда, приманка, ставится петля. Эти собаки побольше, они попали именно шеей, а она прокарабкалась до туловища. И у нее была возможность орать. На территории кооператива обитает с десяток собак. Многие, кстати, после приюта. Чипированы, стерилизованы, а значит, не агрессивны. Чужих побаиваются, к постояльцам ластятся. Псам даже дают клички. Это Люся, мать местных собак. Но они, в принципе, не агрессивны. Нет, нет. Поэтому Наталья не верит, что люди, которые кормят хвостатых, способны к их убийству. По словам экспертов, в обществе жив стереотип. Если пес уличный, значит опасный. Отсюда и агрессия, которая замещает более глубокие эмоции, говорят психологи. Но после прецедента с котом Кузей, убийц которого посадили на реальный срок, местные зоозащитники настаивают – звоните в полицию. Неохотно реагируют сотрудники полиции на эти заявления, особенно если мы говорим о бездомных собаках. Мы всегда рекомендуем, если вы видите какой-то случай, в первую очередь звоним 112-128 и настаиваем на том, чтобы специалисты полиции приехали. Все-таки это должны структуры как-то работать, отлавливать, приюты какие-то создавать. Не собаки животом виноваты. Это мы люди виноваты. Мы же их приручили, мы их плодим, мы их выкидываем. Ну не мы. А в этом случае речь не только о наказании живодера, но и его поиске. Потому что продуманность подхода пугает местных. Оборудована яма в метре от дорожек. И хотя тропа совсем рядом, место преступления не так-то просто заметить. Это сделаны вручную стена из веток для маскировки. Крайне циничная жестокость. И такие случаи, в которых люди проявляют себя хуже зверей, к сожалению, регулярны. И причина тому прежняя – безнаказанность. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком.